Здравствуйте, с информацией Гидрометцентра России. Прогностического центра метео вас познакомлю я, Ольга Паршина. На юге и Дальний Востоке погода в четверг улучшится, но летнего тепла здесь по-прежнему не хватает. В Хабаровске и Владивостоке днем всего 18, осадков не ожидается. В Иркутске местами пройдет небольшой дождь, будет довольно тепло, плюс 23. А в Новосибирске и Омске при переменной облачности воздух прогреется до плюс 28. На Урале становится по-настоящему жарко, в Екатеринбурге и Перми плюс 32, еще выше в Оренбурге и в Уфе. На европейской территории России атмосферный фронт с ливнями и грозами протянется от республики Коми до Приазовья. В Архангельске дожди прекратятся, выглянет солнце и будет по-прежнему чуть выше 20, как и в Пскове. В Калининграде облачно с прояснениями и пока только плюс 20. В центре комфортные 22-26 летней погоды мешают наслаждаться только грозовые дожди, но им осталось недолго. В Нижнем Новгороде тоже не обойдется без небольших дождей, здесь пока до плюс 30. В Казани 32, градусы жары и короткие дожди на нее практически не повлияют. Так же, как и на юге, в Краснодаре и Ростове-на-Дону в четверг тоже до плюс 33, местами дождь. В Донецке плюс 30, без осадков. В Сочи и Севастополе погода ясная, днем будет плюс 28, а самая сильная жара в Астраханской области, где до плюс 35. В Санкт-Петербурге в четверг около 20 градусов, днем местами кратковременные дожди. В Москве дождь еще местами сильный, с грозами и порывистым ветром. По области местами с градом и в городе будет прохладнее, чем накануне 21-23. В пятницу в столице распогодится. В конце недели без осадков и 23-25. Здравствуйте, о погоде на завтра вам расскажу я, Евгения Неронская. На Дальнем Востоке три активных циклона. Совместными усилиями они портят погоду практически на всей территории региона. Один гружит на севере Монголии, другой над Охотским морем. Оборонка третьего вихря раскручивается над Беринговым морем. Поэтому дожди пройдут повсеместно, как в континентальной части, так и в прибрежных районах и на островах. Местами не просто дожди. А ливни с грозами, например, на севере Бурятии, на юге Забайкалья и в Амурской области, а также на островах Курильской гряды. Много грозовых очагов и в центральных районах Якутии. Только на самом севере под влиянием арктического антициклона обойдется без осадков. А вот в Сибири расстановка сил другая. В восточной половине с севера и вплоть до Иркутской области тянется атмосферный фронт. Там соответственно и самые сильные дожди. А вот в центре Сибири хорошо заметен гребень антициклона. Температура очень активно растет, а с ней пожарная опасность. Местами уже до плюс 30. На юге Урала еще выше. В Оренбургской области, а также в Поволжье, на востоке Саратовской и Астраханской областей. Столбики термометров недалеки от 40-градусной отметки. Это уже экстремально высокие значения. Но в целом на европейской территории погода остается неустойчивой. В центре продолжаются грозовые ливни. Местами с градом, с сильным порывистым ветром. Количество выпавших осадков уже местами достигло месячной нормы. Южные регионы тоже в грозовых облаках. Там еще и жара набирает обороты. Разогретый воздух идет и из западных районов Центральной Азии. В Краснодаре плюс 33. Но побережье все же свежее. В Сочи и Севастополе около 30 и без осадков. Но за настоящей морской свежестью лучше отправляться к берегам Балтики. В Калининградской области завтра не выше 20, впрочем, как и на всем северо-западе. В Петербурге небольшие дожди и тоже около 20 градусов. А в Москве снова ливни с грозами. Днем столицы 21-23. Теперь о погоде на завтра. И главное в нашей атмосфере продолжение дождевого марафона в средней полосе и на юге. А еще аномальная жара в Поволжье и на юге. И сначала про дожди. Они будут и завтра. Это ливни с грозами в сочетании с градом и порывистым ветром. В самом центре уже немного по остаточному принципу. Но вообще за трое суток со вторника по четверг от Брянской Калуги до Ярославля и Владимира выводит до 70% нормы всего июня. Только, конечно, надо учитывать, что такой мощный полив не сплошным ковром. А потом по Волжье уже завтра дойдет до запада Татарстана и Удмуртии. Но тепло не уходит. На северо-западе погода спокойнее. Там в районе 20 градусов. На севере дожди больше. И если в Архангельске плюс 22, то в Мурманске плюс 10. Там потеплеет послезавтра. На юге ливни с грозами и с ветром. А что касается температуры, то она стремится к 35 и даже 37 градусам. По Волжье тоже в горячем списке. Волгоградская область точно. Небольшое отступление там только послезавтра из-за дождей. Ну а самые жаркие планы на Калмыкию 37. В Петербурге завтра плюс 20. Дождь местами, а в Москве 22. И опять штормовое предупреждение о грозовых ливнях.